Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 18 по 24 марта 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 185 сообщений о происшествиях, из них 15 преступлений, 9 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 55 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 8 дорожно-транспортных происшествий, одно с причинением телесных повреждений. Осуществлялась охрана общественного порядка при проведении трех мероприятий с массовым пребыванием граждан. Нарушение общественного порядка не допущено. В декабре 2018 года следователем Следственного отдела Управления МВД России по Ненинскому автономному округу направлено суд уголовное дело с обвинительным заключением для рассмотрения по существу по факту хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданам в крупном и особо крупном размере. В ходе следствия установлено, что гражданин с февраля по июль 2017 года, будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, давал устные указания о заключении от его имени договоров поставки техники с потерпевшими. Свои обязательства по поставке техники гражданин выполнять заведомо не намеривался. Полученными деньгами распоряжался по своему усмотрению. В результате похитил денежные средства потерпевших на общую сумму более 2 миллионов рублей. В январе 2019 года состоялось судебное заседание, и суд признал гражданина виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и одного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса, назначив ему наказание в виде трех лет десяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу. В соответствии со статьей 205 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в содействии террористической деятельности выражается в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение преступлений террористического характера, вооружения или подготовки лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма. Наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового. Под пособничеством понимаются умышленные содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления, либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или быть такие предметы. Наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. 20 марта 2019 года около 16 часов в районе дома 1 по улице Октябрьской города Наринмара сотрудниками ДПС отдела ГИБДД задержан местный житель, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. При проверке по базе данных инспекторами установлено, что данный гражданин 88 года рождения, в 2017 году уже подвергнут уголовному наказанию за аналогичное преступление. Приговором суда ему было назначено наказание в виде исправительных работ и запрете заниматься профессиональной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком до 3 лет. В действиях указанного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Кроме того, инспекторами ДПС установлено, что владелица, которая сидела в салоне автомобиля в качестве пассажира, также находилась в состоянии опьянения и передала управление транспортным средством данному водителю. За передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, гражданка привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12 прим. 8 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении, что влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Уважаемые водители, управляя транспортным средством в состоянии опьянения, вы не только подвергаете опасности свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. 21 марта 2019 года в окружную полицию обратилась жительница Наринмара и сообщила, что неизвестное лицо незаконно проникло в ее квартиру и похитило мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудниками полиции проводились мероприятия, направленные на установление лица, совершившего хищение, но в дальнейшем факт кражи не подтвердился, так как заявительница обнаружила пропажу по месту жительства. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас более ответственно относиться к своему имуществу. Сотрудники полиции напоминают жителям округа, что если вы привлечены к административной ответственности и в отношении вас вынесено постановление о наложении административного штрафа, то штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок влечет за собой другое правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20 прим. 25 Кодекса административных правонарушениях РФ. Но привлечение лица к административной ответственности по данной статье не освобождает его от уплаты первоначального штрафа. А значит, размер санкции увеличивается вдвое. Основной штраф плюс наказание за его неуплату. И при рассмотрении в суде неплательщику вместо штрафа может быть назначен административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы с сроком до 50 часов. Кроме этого, в случае неуплаты штрафа в установленный законодательством срок, постановление по делу об административном правонарушении должностными лицами ОМВД направляется в адрес судебных приставов исполнителей для принудительного взыскания, который вправе наложить арест на ваше имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги, принять более жесткие меры имущественного характера. Уважаемые граждане, оплачивайте своевременно административные штрафы. Банковские реквизиты, какие-либо уточнения по оплате, информацию о вашем правонарушении вы можете получить в Управлении МВД России по Неинскому автономному округу у инспекторов отделения Организации применения административного законодательства по адресу город Наринмар, улица Ваучейского, дом 15, кабинет 210, либо по телефону 45173. 23 марта 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими выявлен факт незаконной добычи дикого животного в районе реки Шапкино, в 80 километрах на юго-восток от города Наринмара. Житель поселка Искатели совершил незаконную охоту на лося путем отстрела, не имея на то соответствующего разрешения. Сотрудниками полиции с места происшествия изъято мясо и орудие незаконной охоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 24 марта в зале совещаний Управления МВД России по Ненинскому автономному округу состоялась встреча начальника отделения Организации охраны общественного порядка управления подполковника полиции Евгения Сафронова с представителями Добровольной народной дружины города Наринмара, в числе которых присутствовал командир Тимофей Салуянов. В ходе встречи Евгений Сафронов напомнил дружинникам положение федерального закона от 2 апреля 2014 года номер 44 ФЗ об участии граждан в охране общественного порядка, устанавливающего правовые основы для создания и работы добровольных народных дружин. Настоящим законом разграничены понятия добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности. Народная дружина определяется законом как основанное на членстве общественное объединение, участвующее в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел, полицией и иными правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время с согласием руководителя организации по месту их работы или учебы. Информационный Центр Управления МВД России по Нейнскому автономному округу напоминает, что, получив требуемую государственную услугу, у вас имеется возможность оценить качество работы сотрудников информационного центра при предоставлении государственной услуги. Так, получив необходимую справку, заполните опросную форму, размещенную на ведомственном официальном сайте МВД 83.mvd.rf в разделе «Государственные услуги» во вкладке «Опросная форма о качестве предоставления государственных услуг в электронном виде у МВД России по Нейнскому автономному округу». Кроме того, в информационном центре имеется возможность предварительной записи населения на прием по телефону 45702. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением МВД России по Нейнскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.